Друзья, всем привет! Ровно три года назад, в середине июня, мы разровняли участок и посеяли газонную траву. Выбор пал на сорт мятлик. Идея была такова, чтобы мятлик со временем выдавил сорную траву. А поскольку он является низкорослым, то и косить газон придется нечасто. Плюс в планах было прикупить самоходную газонокосилку. Собственный участок равнялся именно под нее. Мятлик луговой – один из самых популярных видов газонной травы. Он появляется ранней весной, сразу после схода снега. Не боится перепадов температур и вытапывания. Наш будущий газон мы представляли примерно вот так. Было много комментариев, что ничего у нас не получится, что газон не взойдет, если его не поливать, что теперь нам нужно закупаться галошами, так как на участке минимум два года будет стоять грязище по колено. Ну и все в таком духе. Да, действительно, в момент посадки стояла жаркая засушливая погода, и мы решили поливать наш газон. В процессе полива полностью выкачали колодец и решили больше так не делать. Я радовалась, что скорее всего в этом году мне больше не придется косить траву. Тем более, что на тот момент у нас был только триммер. А попробуйте-ка помахать им 36 соток. Но покос всего участка уходило не меньше двух дней. Каково же было мое удивление, что буквально через пару недель трава начала всходить, а уже через месяц мне пришлось ее косить. Итак, напомню, что прошло уже целых три года, и думаю, сейчас самое время рассказать и показать, как выглядит газон и оправдал ли он наши ожидания. Вот так вот наш газон выглядел в прошлом году, когда я тщательно собирала траву в травосборник. Еще перед работой трактора у нас перед домом был небольшой участок земли, где рос белый клевер, и в этом месте уход за газоном был самым простым. Высоко он не поднимался, был густой и насыщенного зеленого цвета. Белый клевер, вообще-то. Это довольно агрессивное сорное растение, которое быстро распространяется. Вероятно, трактор растащил его по всему периметру, и теперь наш участок похож на минное поле с пчелами. Цветение одуванчиков сменяется цветением клевера, и в каждом цветке сидит пчела. По этой причине я люблю косить очень низко, оставляя всего пару сантиметров. Плюс ко всему на траве выпадает роса, и если не косить, приходится ходить в мокрой обуви. Или в тех самых галошах, которыми нам предлагали закупиться. Трава растет очень густо, настолько, что газонокосилка периодически захлебывается. Не довела до добра моя любовь к короткому газону в такую жару. Как выяснилось, когда жарко, нельзя так коротко стричь, иначе вот такая вот фигня будет происходить. Не знаю, сейчас дожди идут, вырастет здесь что-то еще или не вырастет, или уже все. Ну, в случае чего, подсеивать будем. Ну и вот к вопросу о том, что мятник и клевер должен выдавить хрен. Мне кажется, хрен не выдавит ничто. И вот если бы не он, то, наверное, можно было и не косить. Но он прям тут же такими корчками встает страшными, которые портят всю картину. В итоге мы имеем очень густую низкую траву в перемешку с сорняками, которую в перспективе может задавить белый клевер. Высота не настолько низкая, насколько этого хотелось бы, но совершенно несравнима с тем, что было здесь перед покупкой участка. Косить приходится раз в полторы-две недели. Теоретически, конечно, можно реже, но мне это неудобно для жизни. Если собирать траву в травосборник, то времени и сил уходит столько же, если бы я просто махала триммером. Если траву не собирать, как я делаю в этом году, то газон выглядит неопрятно, и под ногами появляется весьма толстый ковер из сена, что тоже неудобно и неприятно. Вероятно, если бы у нас присутствовали декоративные газоны, то их бы я стригла сильно реже. Смотрите, вот наглядный пример того, как газонная трава отличается от негазонной. Все косилось одновременно, но все у нас, видите, какое маленькое, тоненькое. Да, вот где Юка голову засунула, тут какой-то куст у нас вырос. Юка, с ручкой, иди отсюда. Ну, вот все такое низенькое. И кост. И кост! Уйди! В общем, она в нем стоит. Вот так обстоят дела с нашим газоном. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Всем пока!